МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это главные новости в студии Олег Рудаков. В начале выпуска коротко о главном. Как на 1 сентября, как начало учебного года. Сели за парты. Орловские студенты сегодняшнего дня вернулись к очному обучению. Дефицита с препаратами на сегодня нет. Лекарства получаем регулярно. Запасов противовирусных средств и препаратов для лечения коронавируса в регионе хватит на 2 месяца. Ступать некуда. Либо в грязь, либо в снег, либо под машину. Опасная дорога к знаниям. Ученики овсяниковской школы ходят на занятия по проезжей части. Тротуара на дороге, ведущей в школу, просто нет. Встретили как победителя. Педагог из Орла вошел в список из 15 лучших учителей страны. Генеральный партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Начнем выпуск с печальных известий. 6 февраля ушел из жизни второй губернатор Орловской области Александр Козлов. Он скончался в больнице в Москве после продолжительной болезни. Александру Козлову был 71 год. Он руководил Орловской областью с 2009 по 2014 год. До этого занимал пост первого заместителя министра сельского хозяйства России. Соболезнование родным и близким Александра Козлова на аппаратном совещании выразил губернатор Орловской области Андрей Клочков. Александр Петрович возглавил в область очень непростое время, когда Орловщина вместе со стороны находилась под давлением серьезного кризиса. Восьмого-девятых годов регион в то время выставил в тяжелых условиях. Стали обретать новые задачи, поручения президента, национальные проекты. И в целом регион достаточно эффективно с этим справился и предприняли шаги по подготовке к празднованию 450-летия основания города Орла. Мы выражаем искреннее соболезнование родным и близким Александру Петровичу Козлова. В памяти Орловцев он останется как авторитетный государственный деятель, опытный политик, грамотный управленец, открытый, неравнодушный человек. Также Андрей Клочков выразил соболезнование в связи с кончиной бывшего ректора Орловского государственного университета, депутата регионального парламента трех созывов Федора Авдеева. Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Федору Степановичу. Светлая память о нем как об истинном профессионале, авторитетном ученом, опытном и талантном руководителе, подсоединяющем свою жизнь, благородному делу развития образования, навсегда останется в памяти жителей области. Я предлагаю почтить память наших коллег в минуту молчания. Причиной транспортного коллапса в советском районе вечером пятницы стал неосторожный маневр водителя Шкоды Фабия, сообщили сегодня в городской госавтоинспекции. Напомним, ДТП с участием двух легковушек и грузовика стало причиной глухих пробок на улице Октябрьской и Болховском шоссе. Подробности происшествия у Ивана Суверина. Именно столкнувшийся лоб в лоб Шкода Фабия и Лада Ларгус целиком перегородили для движения одну полосу. Камаз, стоящий поодаль, от места столкновения проезду транспорта не мешал. Из трех водителей, участвовавших в ДТП, уцелел только шофер грузовика. С его слов всю эту кашу заварил водитель Шкоды. Машина легковая ударил меня в левую сторону и высказал на встречную полосу. И произошло столкновение. То есть он попутно с вами двигался, да? Да. И вас задел? Да. По словам госавтоинспекторов, показания шофера Камаза вполне соотносятся с объективной картиной на месте аварии и теми выводами, которые сделали полицейские в ходе дознания. Водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем Шкода, следовал по улице Октябрьская со стороны улицы Игнатова в направлении Болковского шоссе. И в районе дома 168А допустил столкновение с автомобилем Камаз под управлением водителя 1984 года рождения, который следовал справа по путному направлению. С последующим выездом автомобиля Шкода на сторону дороги, предназначенной для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Лада Ларго под управлением водителя 1971 года рождения, который двигался по улице Октябрьская со стороны Болковского шоссе в направлении улицы Игнатова в городе Орла. Оба водителя легковушек были госпитализированы. По словам шофера грузовика, повреждения, полученные ими, не фатальны, но и пустяковыми их не назовешь. Ну, одна рука перевинтована. У другого ударился, я так понял, об стеклово бывает. То есть не был пристегнут, судя по всему? Да, скорее всего. В ГИБДД, говорят, примечательно в данном случае не сама фабула ДТП для Орла довольно банальная, а то, что аварии на этом месте приобрели хронический характер. Как сообщили в городской госавтоинспекции, этот участок дороги является местом концентрации ДТП. Только за прошлый год здесь произошло как минимум три серьезных аварии. Объективных причин для этого не видно, говорят инспекторы. Вот разве что выбоины, которые во множестве появились на дороге за зиму. Иван Суверин, телеканал Первый областной. Орловские студенты вернулись в лекционные аудитории. Очное обучение для них началось с сегодняшнего дня. Выход с дистанционки проходит с соблюдением всех мер безопасности. Маски, антисептики, измерение температуры на входе все это еще долгое время будет сопровождать учебный процесс. Но и положительных эмоций у студентов и у их преподавателей от этого меньше не становится. Я очень рада вернуться к очному обучению. Наконец-то дистанционные, мрачные дни закончены. Как на первое сентября, как начало учебного года. Кстати, такие же в таком состоянии находились похожие наши студенты. Радостные. Я, конечно, рад, что мы вернулись к такому формату обучения, потому что это живое общение с педагогами, с однокурсниками, с одногруппниками. И получение знаний абсолютно другое. И все же пандемия не отступает. 8 февраля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Орловской области 151. Полностью побороли болезнь 169. Орловчан двое умерло. Запасов противовирусных средств и препаратов для лечения коронавируса в регионе хватит на два месяца. Об этом сообщает областное предприятие «Орел Фармацея». Поставки лекарств в аптечную сеть осуществляются регулярно. С начала работы «Орел Фармацея» по обеспечению населения препаратами для лечения ковид объемы очень большие прошли через наше предприятие. Таблетированных антибиотиков прошло более 30 тысяч упаковок. Инъекционных порядка 200 тысяч упаковок. То есть дефицита с препаратами на сегодня нет. Напомню, перебои в поставках препаратов в Орловском регионе, как и по всей России, орловчане ощутили осенью. Это было связано с ажиотажным спросом и сбоем в системе маркировки препаратов. Все необходимые лекарства сегодня есть даже в аптеках райцентров. Большой спрос на антибиотики, противовирусные лекарства. У нас они есть в наличии и в таблетках, и в ампулах. Все доступно, быстро поставляют нам их. Число препаратов для лечения коронавируса Минздрав России сократил до пяти. В министерстве составили новую редакцию рекомендаций по профилактике, диагностике, а также лечению ковид-19. В предыдущей версии рекомендаций значились шесть препаратов, сообщают федеральные СМИ. В новом списке не указан азитромицин. Родители учеников Овсяниковской школы Орловского района боятся отпускать своих детей на занятия. Говорят, дорога туда небезопасна. Тротуара на ней нет. Совсем. Дети идут за знаниями по краю пропасти, то есть по проезжей части. Их родители попросили активистов ОНФ помочь решить им эту проблему. И перспективы решения этого вопроса уже известны. Наталья Пехтерева с места событий. Чем опасен путь к знаниям? У родителей учеников Овсяниковской школы на этот вопрос свой ответ. Отсутствие тротуаров. Если две машины здесь друг с другом встречаются, дети просто вынуждены прыгать вот сюда в этот снег. И соответственно, с утра, пока они дойдут от школы с соседней деревни Леженки, то есть это порядка 25 минут они идут. Вот пока не доходят, они уже все мокрые, сырые соответственно. Овсяниковская школа располагается на границе Орловского района и Орла. Здесь учатся более 400 детей. Часть из них живут на территории Платоновского сельского поселения. Остальные в Орле. Дорога в школу пролегает по улице Катуково. Она в Орле и по улице Центральной. Она уже в Орловском районе. Идет транспорт, ребенок в сторону. А есть моменты, где там имеется, ну допустим, какой-то... В общем, отступать некуда. Либо в грязь, либо в снег, либо под машину. Для того, чтобы началась перемена, не школьная, а дорожная, учителя и родители объединили силы. Они обратились к активистам Народного фронта. Акция «Дорога в школу» проводится ОНФ с 2017 года. Обращаемся в администрацию города Орла, чтобы оборудовали пешеходными тротуарными дорожками улицы Гермоно и улицы Катуково, чтобы наши дети могли ходить в школу безопасно в рамках акции «Дорога в школу». Тротуары будут. Подготовительная работа уже началась, заявило руководство Орловского района. В администрации Платоновского поселения разработана документация и после прохождения государственной экспертизы документы будут переданы в район и программным методом будут определены сроки устройства пешеходной дорожки. Предусмотрена документация 740 метров пешеходной дорожки. Ориентировочно планируем выполнение этих работ в 2022 году. Более того, у администрации района есть планы сделать безопасными другие школьные маршруты. Подготовлено и реализовано 12 проектов – это уличное освещение. Мы стараемся делать автомобильную дорогу, стараемся делать, чтобы она была освещаемая. Обязательно устраиваем лежачие полицейские на автомобиле дорога и плюс обустраиваем пешеходные переходы. Родители учеников Овсянниковской школы озадачили администрацию еще одной просьбы. У школы нужно сделать парковку для автомобилей. Родители, которые привозят детей в школу на машинах, припарковаться тут просто не могут. Наталья Пехтерева, Ирина Волкова, телеканал Первый областный. В Корсаково состоялись соревнования по ралли-спринту, а в Орле сыграли в волейбол на снегу. Новости спорта далее. Сними вас познакомит Сергей Быковский. Здравствуйте! Я расскажу вам о некоторых событиях из Орловского спортивного и околоспортивного мира. Итак. В спорткомплексе «Юность России» прошли чемпионаты первенства ЦФО по восточному боевому единоборству «Вьет-Во-Дау». Это относительно экзотичное единоборство для наших краев, ведь родина «Вьет-Во-Дау» – Вьетнам. У него есть и свое родное, но есть и много того, что роднит Вьет-Во-Дау с другими боевыми практиками. Сказывается и география происхождения, и история этого единоборства, знающая заимствование из других школ. Итак, в турнире приняло участие 210 спортсменов из Орловской, Брянской, Воронежской и Московской областей. Они разыграли 48 комплектов наград. В общекомандном зачете орловчане заняли первое место в чемпионате, а в первенстве – второе, уступив команде Воронежа. И да, это был отбор лучших спортсменов, которые еще покажут себя на чемпионате и первенстве России, что намечены на май. В Орле на площадке у стадиона Ленина сыграли волейбол на снегу. Такой турнир прошел у нас впервые. Играли в том числе вот эти красотки, составившие команды Сбер, Нон-Стоп, ЛЖМ и команды ОГУ и Сшор номер 10. Первые из перечисленных и заняли пьедестал. И да, главное отличие волейбола на снегу – это мороз и три спортсмена в команде. В Корсаково состоялись соревнования по ралли-спринту, проведенный в память о земляке, уроженце села Войнова, герое России Александре Рязанцеве. Напомним, он был в составе той самой шестой роты псковских десантников, что героически погибло 1 марта 2000 года в горах Чечни. 90 солдат задержали тогда группировку боевиков численностью до 3000 человек. Из наших выжили лишь шестеро. Участников той схватки порой ставят в один ряд защитниками Брестской крепости. Итак, соревнование устроил ралли-клуб Корсакова совместно с общественниками из Союза десанта и специальных подразделений. Регламент предполагал участие для шести классов автомобилей. От стандартных до специально доработанных. Трасса, которую пробивали тракторами, получилась на 5 километров. Наиболее успешно их преодолели гонщики из Калуги, Тулы, да и наши ребята из самого Корсакова, Ливин и Новосилия. Областная федерация парусного спорта пользуется случаем и передает через нас привет Яне Басалкиной. А что это за девочка и где она живет, задастся вопросом зритель. Она первая среди женщин, членов экипажей в недавно опубликованном международном рейтинге яхт класса SB20. Другими словами, Яна лучшая в топ-10 тех яхтсменок, что гоняют по всему миру на таких лодках. В парусном спорте приняты разные классы яхт и рейтинги составляются в каждом из них. Итак, SB20 это быстроходная трех- или четырехместная спортивная яхта. На всей планете проводится множество соревнований в этом классе, включая национальные чемпионаты, чемпионат Европы и мира. Яна Басалкина в составе экипажа выигрывала чемпионат России в 2019 году, брала второе место в чемпионате мира того же года. Еще она многократный призер Кубков России. И да, по рождению она Орловчанка, но увы, живет теперь в Питере. Там модю ближе. А у меня на этом все. Будьте сильны и здоровы. На Орловщине пока властвуют морозы, но в администрации региона уже задумались о безаварийном прохождении весеннего паводка. Уже оглашен наихудший возможный сценарий – половодья 2021 года. Согласно ему, в зону подтопления могут попасть 32 населенных пункта области, а в них 2180 домов. Это может нарушить жизнедеятельность для 22 тысяч орловчан. Павода грозит парализовать работу 17 учреждений. Может быть затоплен 21 низководный мост. Критически опасные объекты в зону вероятного разлива не попадают. У нас на протяжении нескольких предыдущих лет весеннего половодья в регионе практически не наблюдалось. Но с учетом достаточно снежной зимы и морозной, в этом году ситуация может измениться. В целях обеспечения безопасности населения, предотвращения и снижения ущерба на территории городских округов, муниципальных районов, объектах экономики, организациях мы должны заблаговременно подготовиться к возможному паводку. Педагог из Орла вошел в список из 15 лучших учителей страны на конкурсе «Учитель года-2020». Антон Гомозов, учитель истории и общества знания гимназии номер 16, стал первым орловчанином за 11 лет, который смог добиться такого успеха. Я уже много раз об этом говорил, скажу еще раз, это достижение лично мое, достижение всей системы образования нашего региона, моих коллег, которые ездили туда до этого, замечательнейшие учителя, которые показывали выдающиеся, на мой взгляд, уроки. Просто это большая лотерея, и мне повезло в этой лотереи выиграть. На родине его встречали как победителя. В Институте развития образования по этому поводу собрали всех причастных к этому триумфу. Чтобы достичь такого высокого результата, пришлось потрудиться целой команде профессионалов. Студенты Орловского реставрационно-строительного техникума поставлены в условия, когда они буквально вынуждены выживать. Вы знали, их там гоняют, пока не взапреют, и кормят с ножа и, внимание, с лопаты. Впрочем, студенты сами не против носиться там на спор, на время и на перегонки, и с азартом жарить на саперных лопатках яичню. Ведь все это задание военно-патриотической и даже кулинарной тыловой гонки. Так организаторы назвали свои оригинальные соревнования, и они понравились не только студентам, но и нашей съемочной группе, заглянувшей в техникум на огонек костра. Три-четыре. Раньше на заводах и в учреждениях, вузах, училищах и школах повсеместно практиковались физкульт-минутки и физкульт-паузы. Этакие перерывы на упражнения для повышения работоспособности, укрепления здоровья и профилактики утомления. Нынче они напрасно позабыты, но не в Орловском реставрационно-строительном техникуме. Там пошли еще дальше и обещали своим студентам время от времени устраивать после уроков специальные марш-броски с прохождением контрольных пунктов. У вас будет только эскоферная палочка. Эти гонки здорово разминают все группы мышц, укрепляют здоровье и продлевают жизнь. Ну или, по крайней мере, влияют на качество жизни. А как же? Всяко вам живется лучше, если вы умеете колесо поменять, раскупорить без специальной открывашки, консервы, развести костер и приготовить на нем перекус с помощью малой пехотной лопаты. Соли нет? Все это вместе называется тыловые гонки. Их придумал Орловский доброволец. Это патриотическое объединение из-за деставрационно-строительного техникума. Данные гонки отличаются от прочих подобных спортивно-патриотических соревнований для молодежи. Там надо преодолевать препятствия, стрелять и метать лопату. Но здесь же, на этой лопате, надо приготовить яичницу, чтобы поддержать силы. Здесь надо не наступать, а будто оказаться в условиях, когда наступление остановилось. Опять же, из-за того, например, что транспорт не идет вперед из-за пробитого колеса. Должны вы суметь оборудовать себе укрытие? Должны. А приготовить сумеете? А сможете отказаться от стереотипов и использовать для выживания места сковородки даже шансовый инструмент? И т.д. И если кого-то из студентов не прикалывают эти игры патриотов, им все равно показаны тыловые гонки. Потому что они вообще учат изобретательности и решительности. Пара таких кругов вокруг корпуса. И научишься жить и спасаться в условиях, когда отключат свет и интернет. И нельзя будет спросить совет у эксперта из Ютуба. Кстати, про экспертов местных. Среди них преподаватель ОБЖ. На очередном контрольном пункте он принимает доклад и, если что, штрафует. Какой пистолет-пулемет был разработан в блокадном Ленинграде? В ППРС. Почему Советский Союз связался с войной с Финляндией? Дабы додвинуть границы страны от Ленинграда. Сколько бомб снарядов немецко-фашистскими захватчиками было выпущено по Ленинграду? Не знаю. Супер лежит принять. Еще среди экспертов общественники из организации «Боевое братство» плюс поисковики и деконструкторы из клуба «Батальон». Они пожаловали с выставкой формы и вооружения. «Стоять» скомандовали им. В смысле, стоять крепче. В смысле, в деставрационно-строительном техникуме есть мастера и мастерские, чтобы сделать ножки для новых манекенов уже для следующей такой выставки. Мы договорились помочь движению, сделать стоечки для манекенов, чтобы было больше разновидностей войск, званий. Впрочем, здесь делают все, чтобы не только манекены уверенно стояли на ножках, а чтобы студенты техникума стояли твердо на ногах, выучившись не только по специальности. Сергей Быковский, Дина Волкова, телеканал «Первый областной». Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obladin.ru «Главные новости нашего региона» и на экспресс-радио «Орел» на 104 в FM-диапазоне. Выпуски по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. Это все новости на сегодня. В студии был Олег Рудаков. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok С 7 по 15 февраля в ДК ЖД распродажи курток, пухвиков, пальто, все по оптовым ценам. Увидеть, почувствовать, сиять изнутри здоровьем и любовью. Вся красота и польза Камчатки в Омега-3 из настоящего дикого лосося. От Тымлотского рыбокомбината. А о чем мы ее попросим? Хочу знать пароли от всех мобильных банков. А как ты их запомнишь? А пусть они все будут одинаковые. Один, два, три, четыре. Есть! Тяни! Если вы сами им не расскажете, никто не расскажет. Берегите ваши секретные данные от мошенников. Узнайте больше на финкульт.инфо Здравствуйте! О прогнозе погоды расскажу вам я, Катерина Ясная. 9 февраля на протяжении 20 лет отмечается Международный день стоматолога. В 20 веке на Британских островах популярным подарком были зубные протезы. Зуб человека способен выдержать температуру в 1000 градусов. В России стоматология появилась при Петре Первом. Император увлекался медициной, и у него была коллекция стоматологических инструментов. И он владел техникой удаления зубов. Теперь внимание на прогноз. Мценск. Погода порадует снегом. Пасмурно. Температура воздуха минус 14, к ночи минус 16. Днем минус 13 в ливну, к вечеру минус 14. Пасмурный снег. В Болхове много снега. Пасмурно. Температура днем минус 14, к ночи минус 16. В Орле облачный снег целый день. Температура воздуха минус 12, ночи уже минус 14. Восточный ветер со скоростью 8-10 метров в секунду. Давление в пределах нормы 743 миллиметра ртутного столба. Такое морозное начало недели. Оставайтесь с первым областным. Партнеры программы. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставка до 7,65 процента годовых. Все сбережения застрахованы. Кормовая добавка здравуру укрепляет здоровье куру другой домашней птицы. Повышает яйценоскость и качество продукции. Приобретайте примиксы здравуру в магазинах вашего города. Всем плодотворного рабочего дня. До свидания. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А можно хранить деньги в «Сберегательном союзе». Надежно. Выгодно. Ставка 7,65 процентов годовых. Звоните 22 2067. Здравур! Скотине давай регулярно! Яйца, мясо, молоко будут постоянно! Маску носим без опаски! Если вышел из дверей, улыбнись под маской маски и давай домой скорей! Стоп Коронавирус РФ Вирус, который мы победим вместе!